Доброе утро, уважаемые друзья, дамы и господа, здравствуйте! Это новое утро на канале Тенты. Всем привет! Вы уже к нам привыкли и вы по нам соскучились. Михаил Белянин, Ульяна Пылаева, Алина Алексеева, Малина Крайцева. Сегодня мы проведем с вами замечательный час. Но с другой стороны, для будущего страны, представьте Госдуму, вот поверните все вот эти девчонки, которые в очках. Представьте, вот такая Госдума у нас. Как выглядеть стильно этой зимой и как не совершить антитрендовых ошибок, нам расскажет наш гость. Ой, что-то случилось! А-а-а! Сегодня мы поговорим о том, как создать правильную атмосферу на работе, чтобы весь день прошел в позитивном ключе. Давайте позовем нашу гостью. Это Аннет Орлова, психолог. Ваши аплодисменты бурные! Утро на работе, оно начинается, естественно, с чего? С опоздания у многих, да? Потому что понедельник, ну, пытался проснуться, как-то проснулся, приходишь, а там еще, как назло, сидят люди, которые пришли вовремя. Несколько их обычно. Несколько человек. А кто-то даже раньше, они вообще бесси. У них нет пробок. Как не испытывать чувство вины? Как вообще быть комфортным в тот день, когда у тебя утро началось с опоздания? Ну, мне кажется, что самое главное для того, чтобы утро началось комфортно, это правильно закончить вечер. Потому что вот мы очень часто уже накануне воскресенья начинаем себя загружать негативными мыслями. О, завтра на работу. И вот мы фактически, как только в нашей голове проскакивают такие мысли, о, опять в этот офис, ой, там этот... Программируем? Да, мы вводим себя уже вечером в такой негативный транс. Как это будет выглядеть? Мы будем с вами оттягивать момент, когда лечь спать. Мы будем сидеть в своем телефоне до упора. Естественно, нам будет сложнее заснуть, и мы проспим. Все про нас. Да. Круто вы все знаете. Я обожаю свою работу, если что. Я прям серьезно понимаю. Вот, поэтому мы вечером говорим ваши слова. Я обожаю свою работу. Я иду туда не для того, чтобы тяжело мучиться всю неделю. А чтобы тяжело мучиться. Всю неделю. Или тяжело мучить кого-то. Ну, вот настрой — это все. Давайте все-таки поговорим о том, как поднять настроение, если ты пришел с хорошим настроением, а коллега взял его и испортил. Итак, смотрите, если нам кто-то испортил настроение, там есть несколько таких, ну, наверное, моментов, на которые нужно уделить внимание. Первое — надо разобраться. А мне действительно другой человек испортил настроение? Или я на самом деле порчу его сама себе? Ну, например, как это бывает? Начальник проходит мимо меня, в кабинет заходит к себе быстро. Я сижу и думаю, о, наверное, он мне недоволен, потому что он со мной не поздоровался. Второй момент. Если все-таки действительно мы столкнулись с агрессором, который приходит и говорит, да что ты тут хочешь такой позитивной? Бесит просто. Кругом все плохо, а ты на своей волне. Радуешься, да. И вот если тебе стало грустно, то значит, что ты начал отдавать энергию психическую. Ты начал терять психическую энергию. Ты слабеешь. Что нужно сделать? Как не слабеть? Как, наоборот, расширяться, быть сильным? Вот расширяться — это хорошо сказано. Первый момент, когда нас кто-то обижает или кто-то нас выводит, что с нами происходит? Мы сжимаемся. Это физическая реакция организма на то, когда против нас идет какая-то агрессия. Вот я рекомендую всегда в этот момент вспомнить, хотя это не всегда получается, но вдох-выдох нам нужно сделать. Нам надо делать вдох-выдох и расправиться. Вдох-выдох сделали дальше. Почувствуйте контакт с ногами, с полом. Заземлитесь. Заземлитесь. Круто. Вдох-выдох. Вы сделали два... Хотя бы чуть-чуть почувствуйте. И вес тела перенесите на колени. Если обиды сильные, очень рекомендую подвигаться. Если есть возможность выйти в обед, хотя бы пройтись 20 минут, когда мы двигаемся, у нас перерабатывается травматичный неприятный опыт. Простыми словами, негативные эмоции уходят во время движения. Аннет, спасибо огромное за то, что вы нам рассказали, как создать атмосферу для себя лично и еще немножко зацепить тех, кто тебе симпатичен. Именно так и нужно начинать новое утро. Спасибо. Мы сейчас будем развлекаться, друзья. Мы говорим о том, как создать классную атмосферу на работе. И, возможно, если у вас есть лишние 20 минут, например, у вас рабочий день начинается 8, а вы возьмите и придите в 6.20 и поиграйте с коллегами. Сейчас расскажу, во что. Поехали. Ну что ж, наши замечательные гости Аннетта Орлова сегодня не раз сказала, что физическая активность помогает побороть любой негатив. И внутри себя, и в коллективе, естественно, если говорить об общем. Итак, девочки, вам задача такая. Вы сейчас сидите каждый на своем стуле. Вы обе начальницы, вы обе главные. Но кто из вас лучше и проворнее, узнаем буквально через несколько минут. Нужно, не вставая со стула, прокатываясь по этой студии, собирать бумажки по одной в руку, причем только в одной руке может быть бумажка. В две руки мы не берем. Ну и правильно. А, это чтобы хорошо так размяться, я правильно понимаю? Да, да, да. Это очень тяжело. По одной бумажке собирайте и бросайте каждое в свое ведро. Итак, милые дамы, у вас одна минута. На старт, внимание, марш! Воу, 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 воу! О, одной рукой! Одной рукой! Не, а может, я помогу? Так, ну что? Да хватит уже, помогай, Аннет! Итак, 10 секунд! Ой, что-то случилось! Поменяйте! Богиня бумажек! Все все видели, да? Во-первых, аплодисменты дамам за то, что они рискнули на этот эксперимент. Наша общая победа! И все-таки, Аннет, вот то, что Алина взяла и забрала к себе ваше ведро, а ваше вообще опустошило мгновенно, это как бы создало позитивную атмосферу в коллективе? Как вам кажется? Мне кажется, абсолютно, потому что она это сделала для того, чтобы был некий юмор, логика была, все было понятно. По-моему, вы слишком позитивно мыслите. Это моя работа! Спасибо вам за вашу работу и за то, что вы сегодня пришли к нам в гости. Спасибо, спасибо! Спасибо, спасибо! Мы сейчас же любились! Важный вопрос для любой современной женщины. К чему стремиться? Быть умной или быть красивой? Давайте спросим у, так сказать, принимающей стороны. Сегодня мужчины решат, умной или красивой? И в какой ситуации какая женщина предпочтительнее? А я надеюсь, что мои друзья прокомментируют их выбор, да? Или просто оцепенеют от удивления, что, почему. У нас сегодня в гостях 8 мужчин. Мы вам раздали таблички, они такие двухсторонние, покажите. С одной стороны, как будто красивая женщина, с другой стороны, как будто умная. Ну, условно, называем это так. Олицетворяем. Я буду задавать вам вопросы. А вы, пожалуйста, поднимайте табличку той стороной, ну, как вы считаете, вот с какой женщиной в этой ситуации вы хотели бы оказаться, с умной или с красивой. Ну что, погнали с вопросами? Давай. Начинаем. Друзья, секс лучше с какой женщиной? Умной или красивой? Быстро отвечаем. Единогласная? Нет, посмотри-ка, кто-то любит умненьких. Раз, два. Ой. Расскажите, почему. А можно как-то объяснить? Ну, а как же поговорить? Во время? Ну, после. Ну, сумма интереснее, наверное. Надо прям разговаривать, прям надо. Может, вы хотите заменить вообще? Вот с сексом собрались заниматься или поговорить? После. После? Ну, я же рассчитываю на продолжение. Так. На второй секс. Понятно. Друзья, исходя из того, что вы сами о себе думаете, какая девушка вам больше подходит? Умная или красивая? Так. Шесть против двух. Шесть против двух. А почему так мало считают, что красивая подходит? Мне кажется, красивая, это классно, когда у тебя красивая девушка подходит. Вот хотелось бы услышать мнение. Ну, здесь же все просто. Красота спасет мир. О-о-о! Рамантично. Подождите, а почему вам-то это подходит? Ну, в нашей паре будет как? Я буду умным, а она пусть будет красивой. То есть ты еще стремишься, ты будешь умным когда-то? Это мой вариант. А она уже должна быть красивой сегодня. Вот интересно. Следующий вопрос. С какой девушкой, ребята, вам проще дружить? С красивой или с умной? То есть все рассчитывают на дружеский секс такой. Заодно. Ну, не все. А зачем дружить с красивой? Я вот не очень понимаю. Мне интересно, хоть раз ты показал красивая? Нет. Все разы умная? Всегда. Пояснить, почему? Почему? Ну, я уверен. Я так и сделал, на самом деле. Мы поняли, что ты это сделал. Ну, я выбрал сразу и умную, и красивую. Просто я ищу сразу в одном. Мне сложно было выбрать, но я выбираю. Может, ты просто женат? Так и есть. Просто у меня уже есть и умная, и красивая. Я поэтому вот. Просто снял очки, и все изменилось. Ты знаешь, как с ними работать. Да-да-да. Слушай, ну, лучше переверни мой совет. А-а-а! Это хорошее. Молодец. Так, давай дальше. А почему ты хочешь дружеский секс? Подожди, подожди. Я хочу подбегание сделать, осуществить. Ну, потому что умная будет много умничать. Дай-ка пять. Дай пять вот сейчас. Подожди-ка, а красивая будет много красивить. Да-да, нужен же баланс. Жебаланс. Окей, погнали дальше. Следующий вопрос. Кто важнее для будущего страны? Красивые или умные девушки? Красивые, красивые, красивые. Почему ты подсказываешь? Ну, потому что это очевидно. Так, кто будет спасать Россию? Красота. Красотки или умники? Кто будет спасать мир, мы уже знаем. А умными будете вы. Ну, что же вы? Да, очень много некрасивых женщин будет спасать Россию. Классно. Но с другой стороны, для будущего страны, представьте, Госдуму, вот поверните все вот эти вот девчонки, которые в очках. Представьте, вот такая Госдума у нас. Ну, я тебе скажу, хотя бы позитивненько. Позитивненько переверните вот так. Потому что тогда можно, ну, понять, почему те или иные законы выходят. Очень согласна. Ну, сейчас-то как раз так. Да, а сейчас так? Да. Это финальный вопрос. Напрягитесь, пожалуйста. Кого больше в России? Красивых или умных? Так, вот это неловкий вопрос. Острый, неудобный. Смотри, ответ однозначен. Вот тут все просто собрались. Друзья, вы просто не путешествуете, да? Совсем. Как бы не с чем сравнить, да? Я с вами согласна. В России самые красивые девушки. Что тут путешествовали? Да, я вот на их стороне. Да, из Москвы я имею в виду. Алина, а в Москву они откуда попадают, как ты думаешь? Спасибо вам огромное. Сегодня мы узнали, какие девушки в таких ситуациях нужны конкретно этим мужчинам. Ну, а решать, быть умной или красивой, нужно именно вам. Пожалуйста, постарайтесь как-то совместить, ладно? А главное, в России все красивые и умные! Скоро зима, а это значит, что пора готовить свой гардероб к холодам. Как выглядеть стильно этой зимой и как не совершить антитрендовых ошибок, нам расскажет наш гость. Практикующий стилист, блогер и основательница модного проекта «Имидж-бюро» Анастасия Наточий. Анастасия, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, мы подготовили для тебя вот такую коллекцию потрясающую. С чего начнем? С верхней одежды, я думаю. Для начала тулуп. И еще один тулуп. Давай постараемся выбрать между ними. Что мы сортируем в тренд, что в антитренд и почему? Однозначно тренд у нас будет дубленка пальто, а антитренд будет вот это. Вот это. Не знаю, вот это. А почему? Ну, во-первых, начинаем с длины. Самая модная, самая актуальная длина у верхней одежды сегодня – это миди. То есть в любом случае, когда вы надели такую длину, да, у вас все тут вылезло в пять слоев, и это будет выглядеть уже некрасиво. Начали собирать модную куколку. В первую очередь это миди длина, да? То есть верхняя одежда с длиной миди. Супер! А если мы выбираем из курточек, допустим? Вот хочется вот так, когда чтоб попку обтянула, пошла, вот это все красиво, коротенькое, можно? Я так понимаю, что тут до попки даже не дойдет эта куртка. Не дойдет, конечно. Если хочешь выгулять свою попку голенькую, то в чем пойдем? Самое главное здесь соблюдать правила, обтягивающий какой-то верх или низ обтягивающий, и объемный, соответственно, верх или низ. То есть если мы обтянули попку, то сверху надели, да, более такой объемный верх, и тогда актуальный силуэт у нас получился. Если мы обтянули попку и обтянули еще и вот тут вот везде, то уже не тренд. А мы говорим, друзья, про 2020 и 2021 год. В таком случае получается, что эта куртка супертренд, а это суперантитренд. Да. Верно? Вешаем ее обратно. Переходим к обуви. Посмотри, какие похожие, казалось бы, на первый взгляд, две пары сапог. В чем их разница? Ну, это такая привычная модель, потому что все привыкли уже к такой обуви, к такой высоте. Как бы, казалось бы, беспроигрышная база. Ну, это совсем не так. Модель устаревшая. Она устаревшая хотя бы благодаря своей высоте, потому что сапоги высоты, которые режут ногу, да, да, вот как раз-таки до середины икры, это самая неактуальная модель, которую такую можно придумать. Так вот, значит, в чем секрет. Но не обязательно выбирать ботфорт. Это не всем подходит. Может быть, могут быть ботфорты, а могут быть сапоги, которые до колена доходят. Это тоже будет очень классно и актуально смотреться. Вопрос. Джинсы в сапоги. Вот так было давно. Сейчас уже не надо, да, так поступать? Нет, нет. Сейчас мы так не носим, конечно, абсолютно нет. Вот эти сапожки идут в трен. Оставляем. Мне, кстати, уже нравится сочетание. Смотри, что у нас получается. Ну, кстати, да. Если вот с этим стулупом... Есть такое. Вообще шикарно. Давай подберу вниз. Посмотрим свитера. Что скажешь ты нам? Вообще, джинпера максимально у нас вещь универсальная. Сезон в сезон одно и то же практически. Поэтому это самый яркий пример того, как мы уже не носим. И вот так мы носим этот широкий рукав, кроп длина. А, то есть вот в этом трендовость. Да, в этом. Широкий рукав и укороченная такая длина. Шикарно. Значит, оставляем этот свитер в тренде. Вот это меня всегда волнует, ребят. Всегда я надеваю и думаю, господи, на кого я похожа. А ты, одеясь, надеваешь вот этой вот стороной? Вот это я не видела. Ну, на кого же я похожа. Я бы увидела, надела. Такая богачка. Так. Что скажешь нам про шапки? Да, совершенно верно. То, что излишний декор сейчас на головных уборах не актуален. Это может быть и страза, и перья. И помните, мы гуальки носили на шапочках. Ну, мы не помним уже. Ну, что ты. Помните. Ты так смущаешься сразу. Нет. Так. Вот. Чем проще, тем лучше сегодня. Шикарно. Оставляем эту шапочку в тренде. Ну, у нас есть одна вешалка, поэтому антитренд предлагаю просто оставить без вешалки. Да, давай. Что в итоге получилось, подведем итог по тренду. Так, это зимой. Что мы носим? Мы носим шапки без излишнего декора. Могут быть достаточно объемные, могут быть чуть более аккуратные. Главное, чтобы никаких перьев, страз и вышивок, излишков там не было. Так. Джемпера, ну, по сути, в основном это мы носим каждый год одно и то же. Но именно в этом сезоне актуальными будут считаться короткая длина укороченная и широкий рукав. По верхней одежде пропуховики объем и, конечно же, тоже укороченная длина. Не всем это подходит. Если берете длину более удлиненную, то тоже объем оставляем, может быть, не слишком большой. Приталенный, не приталенный? Не приталенный. То есть в пуховиках у нас тренд не приталенный. Прямые силуэты. Поняли. Достаточно объемные, да. Переходим к дубленкам или... Как это правильно называется? Дубленка так и есть. Дубленки и все, что... Шубы могут быть искусственные, натуральные. Все, что по типу пальто с отложным мордником и под пояс, по типу пальто-халат, очень актуально. Так что выбирайте тоже на свой вкус. Как раз таки талию... Опять же, завязывать? Здесь завязываем, здесь подчеркиваем талию, да. И обувь. И по обуви сапоги до колена или ботфорты выше колена, плоский ход или каблук, это как удобно. Самый тренд это чуть сквадраченный нос, чуть квадратный. Такие брутальненькие, да, должны быть? Да, и на массивной подошве будет и тепло, и здорово. Большое спасибо, Настя. Спасибо, что к нам пришли. А теперь мы знаем, как оставаться стильными и модными этой зимой. Все мы, как родители, пытаемся укрепить здоровье наших малышей. Так вот, одним из подручных средств может стать дыхательная гимнастика. Как правильно пользоваться этим замечательным инструментом? Собственно, какие основные положения дыхательной гимнастики существуют? Об этом мы поговорим с нашим доктором Екатериной Кайсиной, педиатром док-дети клиники. Здравствуйте. Вообще вот про дыхание. Говорят, что многие люди, дети дышат правильно или неправильно. Вообще есть такой термин? Правильно дышать, неправильно дышать? Расскажите нам, как врач. Давайте разберемся. Вообще дыхание бывает очень разное. Это бывает носовое дыхание, это бывает дыхание через рот, это дыхание через кожу, бывает диафрагмальное дыхание и дыхание грудное. Дети у нас дышат, собственно, через носик по большей части, если он не забит. Животом диафрагмально. Диафрагмально, совершенно верно. Ну, с возрастом, когда мы растём, у нас какие-то социальные привычки приобретаются, мы начинаем сидеть по-другому, носить другую одежду, мы переходим, собственно, на дыхание грудное, поверхностное. Грудное, это когда ты дышишь, и у тебя вот тут вот, да? Да, да. А диафрагма, это вот... Это вот та живота. Ну, по идее, диафрагмальное дыхание позволяет больше кислорода набрать. Совершенно верно. То есть оно всё-таки полезнее. Конечно. И изначально, получается, дети дышат правильным образом. Совершенно верно. Плюс диафрагмальное дыхание ещё и помогает нам успокоиться. То есть когда мы нервничаем, можем его использовать, дышать более глубоко и постепенно успокаиваться. Это очень здорово. Ну, естественно, дыхание через нос, а не через рот, потому что через нос дыхание обеспечивает нас очень многими классными фишками. Первое – это вентиляция головного мозга. То есть когда у нас нос не дышит, у нас появляется головная боль. Думаю, что явно кто-то из вас с этим сталкивался. Дальше – это вентиляция истахиевой трубы. Говорим очень просто. Это такая штука, которая у нас находится в ухе. Да. То есть у нас там нарушается из-за этого оток слизи, появляется отёк. И детки заблевают ровно как и взрослые истахиитом или отитом. Расскажите, пожалуйста, как можно улучшить свои навыки правильного дыхания? Есть какая-то дыхательная гимнастика или что-то подобное? Хорошо. Давайте сначала поговорим про правила выполнения дыхательной гимнастики. Во-первых, она должна выполняться в хорошо проветренном помещении, либо на улице. Не после еды. Ребёнок не должен быть уставшим, либо капризным. И всегда рекомендуем начинать с пары упражнений. То есть один, два. И постепенно их количество увеличивать. И, соответственно, время выполнения тоже увеличивать. То есть тот самый тренирующий эффект, который нам нужен. Первое, что мы можем делать с детьми, это, например, надувать воздушные шары. Мы можем поставить на стол стакан с водой, дать ребёнку трубочку и попросить надувать пузыри. Также в течение сначала 5-10 секунд и постепенно тоже увеличивать это время. Это в день. 5-10 секунд в день. Это за один подход. В день мы можем несколько раз выполнять дыхательную гимнастику, 2-3 раза смело. Тоже ориентируясь на самочувствие ребёнка и насколько он готов это выполнять. Также есть упражнение, которое многие детки любят. Оно называется хомячок. Хомячок? На меня смотрите, поняла. Мы для этого сможем встать? Наверное. Давайте. У вас получится обязательно. Так, что нужно сделать? Смотрите, хомячок набирает много-много еды в щёчки. Много еды? Да. Отлично. В этот момент он не может дышать ртом, он может дышать только носом. И делает 10 шагов, дыша только носиком. Угу. 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 Да, да, да. После этого хомячок останавливается и хлопает по щекам, выпуская воздух. Да. Вот, ещё дети очень любят играть в ванны, когда они могут взять уточку, либо кораблик и дуть на него, собственно, с помощью рта. Ага. И гонять по ванной туда-обратно, да. Вот. Но на самом деле количество упражнений огромное. Всё зависит от энтузиазма мамы, малыша и, в принципе, всей семьи, которая принимает участие. Я правильно понимаю, что мы сейчас обсуждаем профилактические действия? То есть если ребёнок уже заболел, как бы эта гимнастика не сильно поможет? Нет, как раз-таки если ребёнок заболел, и у него бронхит и пневмония в данный момент для улучшения отхождения мокроты, мы используем именно эту дыхательную гимнастику. Но если у ребёнка, например, есть такие заболевания, как бронхиальная астма, панические атаки, хронический бронхит, то данные упражнения можно использовать именно как профилактику данных заболеваний. Здорово то, что в дыхательной гимнастике есть вот то самое разнообразие, которое позволит ребёнку выполнять эти упражнения несколько дней. Потому что если ты одно и то же его просишь делать, это через три дня он скажет, что да. Екатерина, спасибо огромное вам за советы. И теперь мы лучше разбираемся в дыхательной гимнастике. Спасибо. 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 Блины – одно из традиционных русских блин. Но как сделать это блюдо особенным, это уже секрет каждой хозяйки. Сегодня Ольга Морозенко поделится своими секретами кулинарными, да? И расскажет, как сделать блины креп-сюзе. Всё очень просто. Мы разбиваем два яйца. Так, ну это я ещё могу. Давай, бери тогда второе. А как ты это? Офлорил кортик? Ну всё, я-то уже не могу. Я ножом обычно. Ой, смотри, они двойные. Ох, ты слушаешь, этот брат с сестрой были. Мы с тобой немножечко взобьём. Так, если вы будете делать дома, берите обычные самые яйца. Это просто сегодня у нас вышло, что бонусом сразу два. Мы берём с вами молоко. Самое обычное молоко. Нам достаточно будет одного стакана. Это 250 миллилитров молока. Примерно 100 грамм муки. Ну сейчас мы посмотрим. А если в ложках, это сколько? Наверное, где-то 3,5 ложки будет вот так. Сейчас мы размешаем. Вот ванильный сахар у нас есть. Давай насыпем его. Ух ты, какой классный. Сколько? Целиком? Да, можно целиком. Добавим ещё немного газированной воды. Добавляем соль. Соль это для того, чтобы оттенить... Да, сбалансировать вкус. Вот такое тесто у нас получилось. По консистенции как кефир. Ну да, наверное, чуть пожиже кефира. Вот видишь, пузырьки поднимаются. Это работает минералко. А когда на себя накапаешь, ты даже вкуснее. У меня есть салфеточка. Покажу тебе секрет. Не надо растирать масло, чтобы его было много на сковородке. Вот так мы салфеткой делаем оба-на. Растираем масло, распределяем его равномерно. И блины не будут плавать в луже. Как здорово! И они сразу же с первого начнут хорошо прожариваться. Да, я такого не знала. А если вторую салфеточку взять, то можно и вытереть, и не мыть, в общем-то. Алиночка, нам нужно будет подготовить сливочное масло. Так, говорят, Алиночка, что-то сейчас будет ответственное. Так, будем смазывать блины маслом. Вот там есть кисточка, смотри. Ну, это здесь я догадаюсь, конечно, кисточка. И дай, пожалуйста, половничек. С половником тоже все просто. Так. Ух ты! Такого интересного цвета получился этот... Ну, пока что тесто, да? Это из-за корицы, да, такой цвет? Из-за ванили. А, из-за ванили, точно, да. Сейчас пока поджаривается блинчик, сковородка должна чуть-чуть сильнее разогреться. На второй сковородке мы с тобой сделаем соус из персиков, с которым мы будем подавать блинчики. Так, расскажи, как делать этот соус из персиков. Все просто. Сейчас я тебе буду говорить страшные слова, типа мы будем бланшировать. Не напугаешь мне кисточку. Мы будем сейчас с тобой обжигать персики, делать их красивыми. Персики сначала обрадовались. Ох, нас будут бланшировать, а потом обжигать. Сейчас мы добавляем... Может быть, я тебе что-нибудь помогу? Давай сливочное масло добавим на сковородку. Есть, помогу. Так, я знаю, как надо здесь... Ага, вот столько, да? По пол-ложечки. Да. Сейчас мы распределяем масло по сковородке и выкладываем сюда персики. Сколько мы персиков берем? Половинчику? Все вот эти, которые я нарезала, мы берем. Так, блинчик поджаривается, все хорошо. Все, выкладываем персики. Сейчас они слегка обжарятся с двух сторон. Мы добавим с тобой коньяк. Так, и подожжем. Все это будем красиво все фламбировать будет. Надеюсь, что я получится. Все мы не начали до коньяка. Слушай. Так, блинчик поджаривается. А он уже обжаривается только с одной стороны должен? Блинчик не очень. Я его переверну. Так. Слушай, а как мне смазывать маслом? Ты имеешь в виду вот это вот масло? Да, вот этим сливочным маслом. Мы берем ложечкой, кладем чуть-чуть на блинчик, смазываем его и аккуратненько треугольничком свернем. Покажешь. Покажу. Ух ты, красота. Давай смазывай его. Так, смазывать, смазывать блинчик. Так. Смотри, я смазала красиво очень этот блинчик, а вот как свернуть треугольничком, это то, что не помогает. Так. И вот так. И смазываем его с этой стороны. Не за что бы не догадалась, конечно. Нет, ну я должна была повторять с тобой. Первый блин готов. Мы добавим сейчас с тобой сахар в персики, чтобы они немножечко так карамелизовались. Ага, здорово. И мы добавим немного апельсинового сока, это будет такой как бы соус. Выжатый сок? Нет, обычный пакетированный сок, можно взять свежевыжатый, какой хочешь. Так, Алиночка, смазываем блинчик и так же его сворачиваем. Невероятно вкусно пахнут эти блины, может быть за счет именно чего, ванили, да? Да, ванили, конечно. Может быть за счет просто золотых ручек твоих. Так, мы вливаем коньяк. Не бойтесь того. Я взяла, я пропустила. Ты пропустила? Я так сильно... О-о-о-о! Так, ребята, мы фламбиры. Персики. Ура, ты не ожидала. Так, и мы будем с тобой сейчас выкладывать наши персики. Заливаем. Уж, какая красота. Почему получается, что у тебя это занимает всего 2 минуты? Ну ничего себе. Так вышло. Всем приятного аппетита. Вот такой вот классный завтрак на новом утре у нас получился с Алиной. Спасибо тебе огромное, Олечка. Теперь вы знаете, как приготовить блины Крэп Сузет с карамелизованными персиками. Тема лишнего веса так или иначе касается каждую девушку, особенно если у нее есть лишний вес. Ну, тебе еще рано об этом. Так вот, так ли безопасна диета и вообще как похудеть здоровым образом, максимальным, да, чтобы не навредить ни себе, ни окружающим? Об этом сегодня поговорим с врачом-диетологом, эндокринологом Сарой Григорян. Сара, доброе утро. Доброе утро, Марина. Здравствуйте, Илья. Вот давайте вот самый странный я вам вопрос сразу задам. Пожалуйста. Вот действительно ли опасен лишний вес? Вот, допустим, умеренный лишний вес. Нужно ли с ним бороться? Проблема лишнего веса довольно животрепещущая. Почему это так важно и актуально? Дело в том, что эндокринологи и эксперты со всего мира доказали, что избыточный вес резко повышает риск хронических заболеваний. Таких, как, например, сахарный диабет второго типа, самоожирение, ишемическая болезнь сердца, также бесплодие, кстати говоря, как мужское, так и женское, могут являться следствием избыточного веса. Давайте как раз перейдем к самому интересному, потому что каждая девушка, когда решает для себя, все, я худею, она первое, что делает, выбирает как? Выбирает способ. Есть самые известные типы диет. Я предлагаю сегодня их рассмотреть, и чтобы вы вынесли, так сказать, свой вердикт, какая да, какая нет. Давайте посмотрим, да, какие диеты у нас сейчас есть в наличии. Кремлевская. Кремлевская диета. Это, по-моему, с мясом. В чем ее суть? Если честно, даже как-то кремлевская диета. Я сейчас расскажу вам в двух словах буквально. И это высокобелковая диета, и, соответственно, углеводы полностью исключаются. При такой диете необходимо принимать большое количество жидкости, и ее, наверное, нельзя соблюдать более двух недель. Она имеет сроки, какие-то ограничены по срокам, ввиду того, что при длительности этой диеты в крови накапливаются азотистые соединения, а также повышается уровень холестерина в крови. И есть противопоказания, конечно, у многих, например, при почечной недостаточности, ну, при заболеваниях почек, такая диета совершенно не подходит. Ну что, к следующей? Да. Кетодиета. Кетодиета. Я слышала, но я до сих пор не читала, что это такое. Расскажите, пожалуйста, что это? Кетодиета или кетогенная диета. Диета. Это высокожировая диета, низкоуглеводная диета. При этой вариации диеты, значит, потребляется большое количество жирных продуктов. Количество углеводов должно быть минимизировано до 25 грамм в сутки. Естественно, при дефиците поступления углеводов в организме, как энергетический субстрат, используется жир. Жир. Соответственно, мы худеем. А жир имеется в виду там рыба жирная, да? Или мы про холодец сейчас? Это может быть любой жирный продукт, жирная рыба, жирное мясо, жирный творог, это может быть. Ну и орехи, конечно, при такой диете замечательные, показанные, потому что массовая доля жира в орехах велика. В любых орехах. Поэтому, пожалуйста, вот такая диета. Сара, следующая диета у нас какая? Раздельное питание. Следующая диета у нас раздельное питание. Расскажите, хорошо ли это? В чём суть вообще для меня? Можно чуть-чуть пару слов в чём суть раздельного питания? Конечно, конечно. Раздельное питание основано на совместимости и несовместимости продуктов. Мне кажется, что эта диета несколько дискутабельна. Почему? При раздельном питании резко ускоряется обмен веществ. И при ускорении обмена веществ, конечно же, может быстро наступать чувство голода. Не бывает чувства насыщения. Понимаете? И поэтому велик риск срыва человека, который соблюдает эту диету. То есть это не фаворит? Не фаворит, я бы не сказала. Тогда переходим к следующему. Подсчёт калорий. Вот это я люблю. Вот это раздражает очень сильно. Это очень затратная диета по времени и по трудоёмкости, скажем так. Для того, чтобы сесть на такую диету, необходимо запастись калькуляторами, весами на кухне. Если, предположим, человек три раза в день, хотя бы три раза регулярно питается, то он вынужден взвешивать продукты каждый раз, подсчитывать калораж пищи на 100 граммов продукта, сколько килокалорий. И эта канитель может продолжаться долго. В итоге, опять же, пациент срывается. Надоедает это просто. Надоедает. И, конечно же, есть риск набрать исходный вес. Сара, мы рассмотрели с вами несколько вариантов диет, конечно, их огромное количество. Из этих какая самая правильная, эффективная, на ваш взгляд? Марина, мне кажется, что наиболее эффективная и разумная – это кето-диета. Правда, обидно за углеводы, но такая диета наиболее разумная. Она самая сбалансированная, да? Она эффективная, сбалансированная, я бы сказала. И сытная, и вкусная. Действительно. Но там действительно вес снижается. Вам хочется верить. Это не мудрено, потому что у нас в гостях была врач-эндокринолог, врач-диетолог Сара Григориан. Спасибо большое, Сара. Спасибо, спасибо. Девочки, вот вы такие улыбаетесь друг к другу, подружки. А между тем говорят, что женской дружбы не бывает. Так вот, бывает она или не бывает, мы прямо сейчас и проверим. Дело в том, что, Марина, мы пригласили в студию твою лучшую подругу. Зовут ее Ксения Александрова. Сейчас мы это и проверим, существует ли женская дружба. Встречайте, Ксения, пожалуйста, ждем тебя у нас. Какая красота! Привет. Подожди, Миша. Привет. Здравствуйте. Привет, да. Значит, вы, правда, подружки, да? Ну да, конечно. Что? Уже несколько лет мы дружим. Это сколько? Начинается. Восемь с половиной. О, подготовленная Ксюша пришла. Восемь с половиной. Команда. Я, мы познакомились на съемках. Вот, Марина пришла в камеди, а я уже там работала. И я к ней подошла и сказала, теперь я твой директор. И твоя подруга. Да, это моя подруга. Мне повезло, потому что Ксюша и директор Гарика Харламова, и музыкантов в камеди, и вот мой, поэтому... А что ты подумала, когда впервые видела Ксюшу? Я подумала, ничего себе, какой красивый директор у Харламова. На контрасте с артистом. Не, ну на самом деле мы с Ксюхой очень быстро нашли общий язык. Ксюша забрала всю красоту Харламова, получается. У нас есть предложение для вас, девчонки. Мы сейчас с вами сыграем в одну игру, в которой проверим, насколько хорошо вы друг друга знаете. Вы будете отвечать на вопросы друг про друга. Ксюша, сейчас мы будем задавать тебе вопросы, которые так или иначе связаны с Мариной. Ты ответы на эти вопросы будешь писать вот здесь. Прямо на планшете. Мы будем видеть их на экране. А ты, Марина, не будешь видеть ничего. Мы попросим тебя найти эту красивую штуку. Ух, какие-то мечты я сейчас, по-моему, исполню. Итак, вы готовы, да? Друзья, давайте поддержим аплодисментами девчонок. Марина, ты нас слышишь. Ксюша, ты нас видишь. Итак, поехали. Ксюша, напиши, пожалуйста, что Марина умеет делать лучше всего. Пиши. Пиши. Так, мы, кстати, вот видим сейчас. Ответ есть, Марин, пожалуйста. Твоя версия, что же ты делаешь лучше всего. Возможно, Ксюша написала одно слово. Может быть, петь? Да! Ура! Это же не объективно, вы же понимаете. Девчонки, следующий вопрос. Ксюша, в каком возрасте Марина впервые поцеловалась? Напиши, пожалуйста. А ты, Марина, вспомни. 1700 это было. Цифру напиши, пожалуйста. Я точно не могу. Он был гусар. Итак, пожалуйста, Марин, да. Но я же должна правду говорить или то, что Ксюша, скорее всего, написала? Пиши, говори правду. Значит, допустим, Ксюша, возможно, написала 17, но на самом деле это было в 19. Почти угадал. В общем, действительно. Все это было до 20, отлично. Да, я днем поцеловалась. Знаешь, что самое интересное? Ксюша написала 18, а в скобочках 14. На всякий случай. На всякий случай. Нет, нет, просто мне было 18. Да, да, да. А ему? А помидору? А ему 14. Хорошо, у меня есть вопрос. Кого из мужчин Марина считает прям секси? Муж. Нет, подожди, кроме мужа. Я все время про мужа говорит. Ну, недавно. Слушай, это понятно. А, я знаю, я знаю, я знаю. Давай, давай, кроме мужа. Да, актер, я просто имя его не помню. Актер, который снимался в фильме. Давай, говори в планшете. Теперь угадываем мы. Подожди, подожди. Секси. Большая маленькая ложь. О, да. Это единственная за всю историю, вообще, сколько я лет дружу с Мариной, это единственный чувак, про которого она говорит. Прям хорош. Все до этого только Аркадий. Да, до этого только Аркадий. Даже мужу сказала об этом. Который играл мужа Николь Кидман. Александр Скарсгард. Очень круто, что у нас есть. Ух, да, он круто. Смотрите, обратите внимание. Мой, слышишь, он где ты? Он мой. У нас есть айпад, наглазная повязка. Они все равно разговаривают. Они реально подруги. То есть им вообще не важно условия задачи, какие-то викторины. Вот это давайте поаплодируем девчонкам. Я могу снимать? А теперь, Марина, снимай повязку. А теперь все наоборот. Марин, мы попросим тебя ответить на несколько вопросов про Ксюшу. Она будет на них отвечать, а Марина будет писать и пытаться угадывать, что же ответит Ксюше. Итак, поехали, Ксюша, вопрос первый для тебя. С кем Ксюша мечтала бы застрять в лифте? Там Марина. А надо одного человека, да? Нет, почему? Напиши всех, напиши просто число людей и все. Ну сколько там в футбольной команде обычно? На поле 11, с другой стороны 11. С кем бы мечтала застрять в лифте? Давай напишем прям конкретно несколько человек. Или сколько там? Ну с Карлой не мечтала бы, потому что там очень мало места тогда в лифте останется. Как сложно, оказывается, быстро отвечать на такие вопросы. Марин, давай по актерам лучше. А-а-а, а-а-а, итак. Парадист песков. Ой, Вин Гвинт был из Бэтмена. Так. Может быть, это ответ? Может быть, ты хотела написать вот так? Я только думала, да. Я думаю, что он в красном костюме. Ну пожалуйста, я только думала об этом мечте. Ответ готов. Если он высокий, то да. Да. Ксюша, все, ответ готов. Дет-пул. Да. Внимание, второй вопрос. На что Ксюша в первую очередь обращает внимание у мужчин? Ксюша, молчи, подожди. Марина, пиши. Ну Ксюша явно знает. Не стыдно. Давай я поменяю. Если стыдно, то совершенно не я. Не стирай, не стирай. Первое на что, девочки, первое на что обращает внимание. Первое на что, Ксюша. Все, Марина написала. Ну, наверное, да. На рост, наверное. Верно! Финальный вопросик, Алин. Ой, и вот это самый мой любимый вопрос. Какая своя часть тела нравится Ксюше больше остальных частей тела? У нее или у меня? У нее. Вот у нее есть часть тела какая-то. Не одна. Не одна. Она в себе и много частей. Какую она прям просто ставит на пьедестал? Какая мне больше нравится ей? Логично, что ставит на пьедестал она эту часть. Угу. Угу. Подсказала немного Марина. Ксюша. Ну, во мне единственное, что нравится, это родинка. Ксюша. Давай дальше. Спусти чуть пониже. Ну, волосы. Да нет, пониже она бы не написала. Написала, чуть пониже. Спусти, пожалуйста. Да хорош. Пресс? Ой, его нет. Еще один. Это то, где ты держишь, это не пресс называется. Марин, грудь? Нет, чуть пониже. Чуть пониже. Чуть пониже. Нет, просто не помещается. Ноги? Еще пониже возьми. Нет, не ноги. Там все. А сними повязку и посмотри, что Марина написала, нарисовала. Это тебе открыточка вот от Марины, смотри. Вот, пресс, ноги, розинка. Какая-то волосатая попка там. Вот выходили, видимо, куда-то вместе. Все, глаза. Это соски такие? Это соски. Нет, Ксюша, это что? Это ноги, почему? Ну что ж, теперь мы видим, что все-таки женская дружба бывает только потому, что только настоящие... Мне кажется, нет после... Нет, бывает, потому что только настоящие друзья могут такое друг другу позволить делать с собой. Ксюша, смонтируют так, как будто мы с тобой все еще дружим. Прости, дорогая. Мы надеемся, что ваша дружба продолжится и после окончания этой программы. Это было шоу «Новое утро» на телеканале ТНТ. У нас в гостях сегодня была Ксения Александрова. Ну и, конечно же, как всегда, ведущие. Алина Алексеева, Марина Кравец, Михаил Белянин, Ульяна Пылаева. Ну? И Михаил Белянин еще раз. И Алина Алексеева. И Марина Кравец. И Ксения Александрова. И Марина Кравец. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...